Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон студии 202-11-22. Несмотря на различные наши темы и разговоры, мы ждем ваших звонков. Включайтесь в нашу беседу, предлагайте свои темы. Мы готовы выслушать, порассуждать. Не знаю, готовы ли мы давать советы, но, по крайней мере, выслушать мы можем. Ну, может быть, мы, как это, не знаю, получается у нас хорошо или нет. По традиции, может быть, задать вопросы. Умные люди некоторые утверждают, что правильно задать вопрос – это, ну, почти половина дела, может быть, даже и больше. Потому что, ну, даже есть такая практика хороших вопросов. Можно вопросы разделить на хорошие, ну, условно, да, те, которые продвигают человека в, пока он обдумывает ответ, продвигают его в направлении ответа. И есть, ну, условно плохие вопросы, которые никуда не продвигают, да. И таких плохих вопросов можно тысячу задать, и ничего не изменится. В прошлой программе, да. Например, мы с вами затронули тему ЕГЭ, и по отзывам наших телезрителей мы услышали, что тема сдачи ЕГЭ, последствий ЕГЭ, переживаний, связанных с этими экзаменами, она очень актуальная. Но чаще всего люди спрашивают, как твой ребенок сдал ЕГЭ, и ждут в ответ конкретных баллов, конкретных ответов, куда ребенок поступает, какой там проходной балл. Какие здесь можно задавать друг другу вопросы, о чем спрашивать, если мы говорим о переживаниях и о том, что, ну, как ни крути, ЕГЭ для многих становится таким травмирующим опытом. Как для родителей, так и для детей. Я вот сейчас подумал о том, что, может быть, ответ, ответ может быть, будет таким, что, что есть нечто, о чем можно говорить с ребенком. Я сейчас попробую дальше сказать о чем. Или друг с другом, родителем, например. Для чего, ну, никогда времени особо хорошего нету. Я уже как-то говорил о том, что есть вопросы неуместные, они не ко времени, они все время не ко времени, они не прагматичные, как кажется, да. Вот. И с одной стороны разговора ЕГЭ, вообще удивительно, вся эта конструкция, мы эту конструкцию, мы как люди сначала ее создаем, ну, некую проверку такую, да, некий такой соревновательный какой-то компонент в этом есть. Дети соревнуются, подростки соревнуются друг с другом, кто лучше напишет, соревнуются сами с собой, удастся ли им на экзаменах показать лучшие оценки, чем они показали при подготовке, при каких-то, может быть, тестовых таких заданиях, да. То есть, это все время какой-то вызов. И, конечно, вокруг, вот, наверное, одна из тем, которую, наверное, надо как-то предварительно поднимать, ну, может быть, после ЕГЭ, она тоже хорошая, тема катастрофизации. То есть, катастрофизации всего и вся. То есть, не сдал, не поступил катастрофа, сдал на меньшее количество баллов катастрофа, что я теперь там скажу, да, или, как в вашем примере, в прошлый раз мы столько денег потратили, это все не окупилось, катастрофа. Ты не поступишь в этот институт катастрофа, да. Ты не получил красный диплом катастрофа. Ну, в общем, какие-то такие вещи. И они, вот эти успехи, ну, они, с одной стороны, как будто переоценены или сильно оценены, да, нужно все время быть каким-то успешным человеком. По крайней мере, книжки об успехе, мы тоже с вами говорили про книжные магазины, они часто встречаются. В общем, успех стал одним из таких символов, да, нужно быть успешным. Быть успешным – это вот по каким-то таким ступенькам заходить. То есть, наверное, один из разговоров катастрофизации, но я не уверен, что родителям стоит об этом говорить с подростками сразу, потому что, может быть, им друг с другом надо сначала поговорить, ну, папе с мамой. То есть это не та тема, с которой стоит начинать сближение с подростком, если до этого этой близости, ну, не было? Ну, может быть, это не та тема, если родители пока сами не разобрались в том, что будет страшного, если их сын или дочь не сделают то или другое, да? Но это про какие-то фантазии. Или пойдут в разрез с теми планами, про которые мы уже говорили, когда все четко, по определенным ступенькам в жизни человека движется. Закончил школу, поступил в институт, закончил институт, женился, взял ипотеку, родил детей и дальше, дальше, дальше. Но тут что-то идет в разрез этому. То есть после школы ребенок выбирает не поступать в институт, да, или поступает, не знаю, не в институт, а в училище, например, даже если закончил 11 классов. Елена, я думаю, вот о чем, по поводу вот этого вашего слова «разрез». вообще, как будто, я не знаю, как у наших телезрителей, но, действительно, люди, которые приходят на прием, и мы с вами сейчас это обсуждаем, принято воспринимать ткань жизни вот именно так, как вы описали. Ну, у этой жизни должны быть какие-то ключевые шаги, ключевые моменты. причем, вот сегодня немножко в сторону, но это тоже пример. Один из моих разговоров недавних, я сегодня о нем вспомнил. Ну, как будущей маме нужно думать о своем ребенке, когда она беременна. То есть здесь тоже, ну вот, женщина беременна, первая беременность, и вот у нас в социуме, в общем, не гласно, а в какие-то моменты гласно очень распространено, что должно происходить с этой женщиной. Ну, конечно, поскольку мы говорим о как бы таком позитивном аспекте, то она должна думать, я вильнул сейчас, но я вернусь, то она должна думать только хорошее, питаться только хорошими эмоциями, любить уже сразу, да. Слушать классическую музыку. Слушать классическую музыку. Ну и так далее. Лучше вокзала, чем больше. Похоже, что вы знаете эту историю, да. И вообще проблемы возникают, да, проблема возникает там, где этого не происходит, где вдруг вот эта мама будущая, да, беременная женщина замечает в себе какие-то другие мысли. Она даже их озвучить не может, не может озвучить мужу, потому что, ну, его-то сильно напряжет, не может озвучить близким, потому что, или там подругам, подруги скажут, да ты чего, ты же так давно хотел, или вообще мы все должны, вот. Можно ли это назвать вразрез, я возвращаюсь к вашему вопросу, то есть, или это как раз то, что вот так вот как бы социально нормировано вразрез жизни, и что тут кому вразрез, да, и вдруг вот на этой ровной ткани, как будто сын или дочь, возвращаясь к поступлению, оступается, да, как будто вот эта красивая ровная лестница, закончил школу, пошел в вуз, там еще что-то, как будто она начинает как-то трансформироваться, искореживаться, как будто кому-то приходится брать академа, как же ты потерял темп, у кого-то там грозит армия, у кого-то еще что-то, да, и масса переживаний, что все идет, ну, как-то не по плану. И вот какие-то вот эти внезапные моменты, внезапные, как кажется, случайные вещи, случайные события, случайные поступки прорастают. Мы потом можем о них смотреть, что они были не случайно или в кабинете у психотерапевта, например, или у психолога, мы узнаем, что они не случайны, что, например, этот самый молодой человек или молодая девушка не сильно хотела или все это достало ее, там, это ЕГЭ, это соревновательность, амбиции родителей, амбиции учителей, амбиции школы, которая говорит, ты должен стать отличником, мы тебя уже вписали, ну, там, медалистом, да, мы тебя вписали. В общем, масса каких-то амбиций, гордости, соревнований родителей друг с другом, которые друг другу фотки пересылают потом, да, вот, а мой ребенок там с золотой медалью, с красным дипломом. Безусловно, в этом есть гордость и слезы, и кровь, и пот тех людей. Ну, а если это не случилось, ну что, голову пеплом посылать, да? Я вспомнила хорошую историю, которая, мне кажется, подтверждает ваше рассуждение, где в семье старший сын 18 лет после школы по плану самого же сына и по плану родителей должен был поступить в институт, и уже в их головах сложилась определенная карьера, которой ему нужно будет стремиться и какие-то шаги делать. И перед поступлением в институт, как вот, была реклама СОКО, где мальчик приводит и говорит, мама, это Оля, да, познакомься. Также этот сын в свои 18 лет привел девушку и говорит, мама, это Оля, и она беременна. И через несколько месяцев, там, два-три месяца выяснилось, что она беременна тройней. Сын, естественно, в институт не поступил, ему пришлось пойти на заочные. У них вот семья образовалась, да, сразу трое детей. И со слов мамы этого сына, когда она эту историю рассказывала, она говорила, да, это была вообще катастрофа в наших головах, потому что, ну как, мы-то думали, ему учиться надо, потому что, да, там школа с медалью, он очень хорошие результаты показывал. Как же его карьера. Но жизнь оказалась мудрее. Этим детям, которые оказались родителями трех детей, пришлось очень быстро повзрослеть. И уже спустя десять лет его мама сказала, что мой сын в карьере достиг больших высот, чем я даже могла в своих фантазиях до этого нарисовать. Но была катастрофа вначале, и она про это отмечала, что все, просто все рухнуло. Ну вот разговор о катастрофах, то, о чем вы сейчас говорите, я подумал, в принципе, для меня это поддержка этого разговора о катастрофизации, то есть о предании, что значит катастрофизация? Предание каким-то событиям в собственной жизни или в жизни своих близких, предание им катастрофического статуса такого. Ну, некой такой необратимости какой-то. Да, все пропало. Ну, пропало обычно то, о чем мы с вами сейчас говорили, пропали планы и фантазии на будущее. Да, надо как-то выстраивать это, надо их выстраивать по-другому. Хотел, хочу к телезрителям обратиться. Мы хоть с Еленой здесь и начали разговор, опять нашли для себя тему интересную, но мы по-прежнему ваших звонков ждем, каких-то, может быть, историй, которые в кон нашему разговору, может быть, не в кон нашему разговору. Живые, еще дополнительные живые голоса нам здесь, мы здесь им рады. Возвращаясь к тому, о чем мы сейчас с вами говорим, Елена, я думаю о том, что вот это ведь тоже интересный такой парадокс. Желание вот этой глянцевой лестницы, ну, или какой-то более-менее ровной, и настолько выраженный интерес людей, когда они читают книги, смотрят фильмы и сериалы, где как раз у тех, на кого они смотрят, все получается кувырком, ну, как кажется, да. Все не по плану, у них все время какие-то катастрофы происходят. То есть… Ну, сюжеты с преодолением они больше захватывают. Да, ну, шагнуть самому в этот фильм, я не знаю, есть ли такая статистика сказать, а вы туда хотите, вот, ну, туда, к главным героям. Много ли людей после… в первой реакции скажут, да, хотим, и много ли людей, подумав, взвесив, может быть, да, сориентировавшись, откажутся или не откажутся. Вот это вот какая-то… Много же историй, да? Да. Про физик, у которого забыла фамилию, известный сейчас… Физик, у которого в процессе обучения в институте начало проявляться заболевание, которое привело его к инвалидности. про космос рассказывает. Угу. Ну, хорошо, я тоже вытеснил фамилию. Тоже вылетел. Ну, вы поняли, о ком речь. Да, да, да. Или фильмы «Игры разума». Стивен Хоукин, да. Да, да. «Игры разума», где тоже основаны на реальных событиях. Про Нэш. Который приложил столько идей, но тоже у него заболевание обнаружено, с которым ему пришлось потом жить и как-то адаптироваться к нему. То есть мы же когда, как зрители, ассоциируем себя с этими главными героями фильмов. Ну, хотя бы, знаете, полтора или два часа, когда фильм идет. А дальше-то вот в жизни… Ну, сложно же. Мы же не знаем, чем эта история закончится в нашей жизни. Да, мы не знаем, но подозреваем, что в ближайшее время, наверное, ничем спокойным. Но вот это желание спокойствия, я не знаю, знакомое ли нашим телезрителям, желание одновременно и спокойствия, и беспокойства. Желание, чтобы все потихоньку, результат накапливался, чтобы труды не превращались в глиняные какие-то осколки. Ну, то есть человек движется, да, он что-то делает, и вдруг он говорит, нет, все, мне это, там, подросток, который ребенок, сын или дочь, который, отучившись там, я не знаю, сколько учится, почти все классы в музыкальной школе в конце говорит, меня так достала эта скрипка или, там, пианино, да, и он уходит. Или, там, меня достал какой-то вид деятельности, да, кружок, которым он долго занимался. И такое определенное переосмысление происходит. В общем, ЕГЭ для детей, если вернуться, ЕГЭ для, вот, для наших детей, это, в первую очередь, ЕГЭ такое для родителей. Вот, но мне интересно было бы вот так задать вопрос, может быть, подумать, какие экзамены родители сдают в этот момент, то есть это экзамен на что? Ну, экзамен на хорошего родителя, наверное. И это иногда очень важно. Я хорошая мама, например, ну, действительно, как мы в прошлой программе обсуждали, я зарабатывала деньги, не покупала себе что-то, отдавала ему на репетиторов, не знаю, я на протяжении школы помогала ему или не помогала учить уроки, или не знаю, что еще. Ну, наверное, да, это такое ЕГЭ родительство. Причем все экзамены профильные. И определенное, может быть, да, успокоение от того, что сын или дочь сдали ЕГЭ и двинулись дальше. Но мы еще с вами, Елена, по-моему, вот этот аспект начали. И кажется, когда мы за пределами передачи разговаривали, что эту тему стоило бы поддержать, речь еще шла об эмоциях, о каких-то переживаниях, да? О том, что эти события… Потому что вот рядом с катастрофизацией, да, я даже выговорить это слово не могу, у родителей возникает, ну, такое достаточное количество злости, и они не знают, куда эту злость деть. А на кого они сердятся? Ну, они сердятся и на детей, что они где-то там играли в компьютерные игры, ну, там, недоучили, на учителей, которые недодали, не знаю, на саму систему образования, на тех, кто придумал это ЕГЭ, то есть попыток обвинить вокруг всех и вся очень много. Ну, потому что внутри у родителей что-то происходит, с чем они справиться не могут. Ну, вот сейчас вы заговорили, я вообще подумал, может быть, я размою тему, и мы об этом тоже услышим. Вообще, мы опять пришли к злости, как, наверное, одной из базовых реакций, первых реакций на произошедшее, на неожиданное, на то, что… Помните вот эту историю про принятие неизбежного, да? Что-то происходит, ты понимаешь, что отмотать назад нельзя будет, нельзя сейчас же пересдать ЕГЭ, да? Суп можно, наверное, ну, если уж так, я, может, сейчас что-то такое чувствительное для кого-то, ну, взял, вылил, да, там, не знаю, не получился суп, да, там, слова какие-то написал, не получились, комково выбросил, здесь же еще раз попробовал, доказал себе, что могу, да? Вот ЕГЭ, я так понимаю, можно ждать только через год, да? То есть нужно ждать год, это такое время длительное, переживать, как-то волноваться, вот. И это вот та самая реакция на произошедшее, но мы уже знаем, что это не единственное, это только, может быть, первая реакция. И людям, люди так тренируются двигаться по этой, по этим ступенькам принятия, да, или ступенькам собственных эмоций. Хорошо, когда они… Напомню, может быть, не все знают про эти ступени, или последовательность, не у всех вот так вот сразу вспоминается в голове. Ну, из того, как сейчас у меня они вспоминаются, это гнев, это отрицание, да, отрицание, где человек не признает, что это произошло. Ну, с примерами, чтобы вот нам к этой ситуации, например, как-то это пришить, какие мысли могут посещать в рамках стадии отрицания? Ну, в стадии отрицания там неправильно посчитали, это точно не оценка ни моего ребенка, там что-то напутали. Наверное, нужно дождаться, когда там система еще что-то подгрузит. В конце концов, нужно пойти на апелляцию. Это сейчас психологический вопрос. Да, да, психологический вопрос. Да, потому что, может, действительно иногда нужно пойти, и некоторые люди идут и так далее, да. Но вот пойти и выяснить, моему ребенку достался самый сложный вопрос или самый сложный, как там, вариант, да, другим осталось полегче. Это тоже вот про отрицание. То есть явно что-то было не так. На что-то, что не хочется признавать, вот это самое, да. Ну, мы выделяем, коллеги выделяют стадию торга. Как она может быть? Мы торгуемся. И тут как раз вот еще больше то, что происходит в голове у нас, скорее всего. То есть мы торгуемся, где родители думают, вот если мой ребенок поступит, то я, не знаю. Это... Я думаю, что стадия торга, она... Буду мыть посуду каждый день, там, или еще что-то. Или так, или, например, вот если бы, да, если бы мы на год раньше взяли репетиторов, если бы он не сидел или она за компьютером, если бы мы не переезжали, если бы мы не разводились, если бы у нас не родился второй ребенок, вот это, если бы, это тоже стадия торга, попытка взвесить одно и другое, да. Ну, кстати, вот я сейчас думаю, если гнев – это эмоция, если отрицание – это... Защита психологическая. Ну, я сейчас пытаюсь говорить про эмоции, да, я подумал, что люди испытывают, когда они торгуются, да. Да, наверное, это... Поскольку торг – это что-то, что предполагает, ну, как минимум покупателя и продавца, может быть, да. В данном случае, может быть, продавцом является судьба, покупателем являюсь я сам, да, я ей что-то предлагаю. Я говорю, а вот если бы вот так вот, да, то и чувства во время торга смешанные, я думаю, могут быть, да, и заинтересованность, и надежда какая-то. Я думаю, что там еще может быть страх быть обманутым. И страх быть обманутым, и страх подозрения, что даже если бы все произошло так, как фантазируется, лучше не было бы. Ой, а где подозрения, там и до порану, недалеко. Мы знаем, что есть стадии, она называется депрессии, или стадии утраты, или стадии вот такого, такой грусти какой-то, да, все, ну, вот, все пропало. Он или она не поступит, судьба испорчена, карьера испорчена. Как я буду смотреть в глаза соседям, родственникам, родителям, своим же. Да, вот, и дальше мы в основном, так именно и происходит, выбираемся вот в эту стадию, ну, такого, в общем, принятия, такого функционального, функциональных действий, какого-то такого спокойствия, где, в общем, событие принято как факт, и нужно как-то действовать дальше. Реализация идей, потому что все предыдущие четыре этапа, про которые вы говорили, гнев, отрицание, торг и депрессия, они эмоционально человек захлёстывают, где он, даже не выдерживая накал этих эмоций, может чувствовать себя подавленным, в апатии, это как раз вот к депрессии. А когда принятие, это уже момент, когда, не знаю, чакры открываются, и у человека появляются идеи, где ребёнка можно не обязательно в институт, если это мальчик, и ему предстоит идти в армию, но он может пойти в училище, например, поступить после 11 класса, да, получить среднеспециальное образование. Если девочек, ну, она может год поработать, то есть начинается что-то, что больше имеет отношение к реальной жизни и к реальным возможностям. Я соглашусь, и я думаю, что у нас, так, мы уже к закату подходим, да, слушая вас, Елен, я подумал ещё вот о чём, о чём ещё можно было бы говорить, да, вернуться, если к вашему вопросу. Я думаю, что очень важным мне видится тот момент, что, обвинительный момент, мы сегодня тоже говорили, это они там, ну, это какие-то люди сделали ЕГЭ, это какие-то люди создали эти соревнования. Ну, обвинительность в данном случае в том, что нам приходится расхлёбывать то, или нам приходится отдуваться за то, что нам кто-то предложил. Вот сейчас не только по поводу ЕГЭ, а по поводу массы других вопросов, вот такая позиция очень выраженная. Ну да, мы сейчас с вами описали даже модель, которую к разным сферам жизни, к разным ситуациям можно применить и вот так вот её разложить. Ну, вот эта вот позиция, что кто-то виноват, её тоже, наверное, хорошо бы обсудить с выросшим своим ребёнком, сыном или дочерью. Я возвращаюсь к тому вопросу, а что можно было бы обсудить, да? То есть можно, конечно, наверное, сказать, что ты не сдал или ты сдал не очень хорошо, потому что это какие-то дяди и тёти очень сложные экзамены придумали и вообще не хотят, чтобы дети поступали. Ну и так далее, так далее, найти виноватых. Но я думаю, что это не очень годная для жизни позиция видеть, транслировать, сообщать ребёнку, что в его неуспехах или относительных неуспехах, или недостижения желаемого виноват кто-то другой. Вообще это обезоруживает взрослых, да? Сказать взрослому, что твоя свобода или твоя жизнь, или твоё счастье, или твой успех не от тебя зависит, а кто-то. От работодателя, от соседа, от руководителя, да? От погоды. От погоды, от кого угодно. Вот, и, конечно, себя человек начинает ощущать беззащитным, и, наверное, это плохое развитие, я бы так сказал, событие. Плохой месседж для ребёнка сказать, что, ну вот посмотри, не получилось, потому что кто-то виноват, да? Это не значит, что, может быть, хорошим месседжем будет говорить, это ты виноват, да? Хорошим месседжем, наверное, будет говорить, что можно сделать, сделал ли ты всё, что мог и от тебя зависело, или не сделал. Если не сделал, что тебе помешало, можно ли в это как-то вмешаться и сделать по-другому. Если нельзя, то будет тот самый разговор, о котором мы с вами говорили, потому что можно сделать всё, что от тебя зависит, но некоторые вещи, или на самом деле многие вещи, зависят не только от тебя, зависят от других людей. И учиться договариваться с другими людьми, не обвиняя их, да, учиться признавать какую-то свою долю ответственности. Ну и ситуации, которые действительно с нами случаются иногда успешно, неуспешно, это всё равно наш жизненный опыт. И из каждой ситуации можно попробовать вынести какие-то уроки, не знаю, как училка сейчас скажу, сделать выводы. Учителя любят делать выводы, делать выводы. И тем не менее, ну в этом же есть резон, действительно делать выводы, воспринимать трудности как ресурс, который мы преодолеваем, учимся чему-то и идём дальше. Я попробую запутать историю нашу ещё больше. Я понял, что у нас мало времени, попробую запутать её вот каким способом. Я согласен с тем, что вы говорите, делать выводы, но кажется, иногда нужно разделять ситуации, где нужно вести, как ты выучил себя, а где нужно поступить каким-то новым для себя образом. И очень трудно иногда эти ситуации разделить, одно от другой. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям. Какой-то вывод, может быть, для родителей? От себя хочу пожелать, не знаю, поддерживать своих детей, несмотря на трудности, и помогать им в этом переходе во взрослую жизнь. Я хочу сказать, что, может быть, мы наговорили здесь сегодня банальностей, но их иногда для себя полезно, мне кажется, вспоминать. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok